Матч с нефтехимиком Матч с нефтихимиком Матч с нефтихимиком Матч с нефтихимиком Матч с нефтихимиком Мы провели больше матчей на выездных. Это второй круг, который больше матчей домашних. И мы провели более серьезными соперниками на выезде. Поэтому мы еще будем непосредственно всех конкурентов принимать домашние игры весенней части. Поэтому этот отрыв, да, хотелось бы, чтобы он был не то, что минимальный, а просто его не было. Это мы, я думаю, сможем сделать. И турнирную таблицу в любом случае нужно смотреть. И игроки я смотрю, потому что поприятнее, когда ты на третьем, на четвертом находишься. Ну, менее, чуть приятнее. Мы находимся сейчас на шестом. Ну, это один тур, два тура. Все это меняется. Все зависит от нас. Опять коронавирус, ограничения. То есть на ближайшем матче тысяча зрителей. На оставшихся двух домашних будет всего лишь 500. Тяжело? Ну, тяжело, конечно. Но на эту ситуацию мы повлиять не можем. Конечно, при болельщиках. И команда чувствует себя поувереннее. И игроки. В прошлом, когда игрок был, конечно, болельщик, это определяющий фактор для команды. То, что я всегда говорил, это как 12-й игрок. Я думаю, что тысяча-то придет поддержать. Я думаю, и парни заслужили. Все-таки мы прошли первый круг. И серьезные этапы. И команда вверху турнирной таблицы. Это тоже показатель. То, что потихоньку Хабаров начинает заявлять, как и раньше. То есть полный голос. То есть, да. Это команда, с которой считаются. И это видно по сопернику. Тот же и Оренбург. Когда команда играла, даже, я считаю, лучше. Первый тайм. До этих пенальти назначенных. Понятно, психологически. Парни все-таки не могут этот момент повлиять. Это ладно уже. А так, я думаю, что и болельщик возвращается. Он видит, что, да, какие-то игры, может, не получаются. Но парни бьются. Даже вернемся к играм, когда нас было на два человека меньше. То есть, Кубаню мы вырываем победу. То, что мы переворачиваем с Инисеем, когда, казалось, 2-0 проиграем. И удаление у нас. Команда за счет характера. То есть, это все. Характер есть у команды. Понятно, этот сезон. Команда практически то, что я говорил в интервью, 75-80 процентов поменялось. И наиграть это связи, это не так просто. И некоторое большинство парней не столкнулись вот именно с этими перелетами. И разница во времени. Это тоже нужно адаптироваться. Это не так просто. Это физиология. Поэтому они молодцы. Они стараются. Поэтому, конечно, в усилении команда нуждается. Сейчас я уже четко вижу 2-3 позиции, которые должны именно усиливаться. Для того, чтобы команда еще сильнее становилась. И весеннюю часть, если мы сейчас усилимся после Нового года, то я думаю, что команда способна сделать, не люблю эти слова, сенсацию, но сделать вещь, которую действительно и болельщик понравится. Понравится болельщику. То, что от первого места даже 10 очков, это еще тоже ни о чем не говорит. Все это решаемо. Поэтому я считаю, что мы правильно сработали в селекционном плане, в тренировочном процессе на сборах. Потому что показывает турнирная таблица. Команда провела практически вверху весь первый круг. Это о многом уговорит. Сергей Николаевич, тот факт, что будет усиление. По крайней мере, я хочу. Я думаю, все хотят. С одной стороны, да, а с другой стороны, что кому-то придется уйти. Не думаете, что сейчас у кого-то из парней могут быть такие мысли в голове, которые могут отвлекать, скажем так, от настроя на ближайшие игры? Я всегда говорю, что все зависит от вас на поле, в тренировочном процессе, в играх. Поэтому я за первый круг всем дал шанс. Все играли. И даже молодой парень играл у нас, выходил с торпеда, Ярик. То есть у всех есть шансы, я всем даю. Я думаю, шансы, я думаю, с моей стороны, это не то, что профессионально, а просто по-человечески, пожалуйста, если валирую с составом. Где-то кто-то визуально подустал, как вот Караев, например, видно было. Поэтому он где-то на замену, где-то паузу. Сейчас он готовится на этот тройник полностью в том плане, чтобы передохнул. И сейчас начнет он стартовым составом. По крайней мере, сейчас я на этот день планирую. Поэтому все от них зависит. Я всегда говорю, кто-то, если покинет, обижаться нужно на себя. Без воли, без характерности, без желания. Это не со мной по пути в команде, потому что я максималист в жизни, в спорте, в играх, в тренерской работе. Это так и должно быть. Поэтому с кем-то может не то, что расстаться, может в аренду отдать. Но здесь, если решать более серьезные задачи, то есть это биться за четверку, конечно, усиление нужно. И так мы минимизировали ошибки при селекционной работе. Нельзя на 100% все угадать. Ну и плюс то, что проблема это 3-4 футболиста, которыми я разговаривал, конечно. Вот эта отдаленность пугает. И отказались сейчас они в Балтике, в Торпедо, в Факеле, в Воронеже. Поэтому нормальное явление. Вот этот еще так момент. В целом, я считаю, что нам стыдно, по крайней мере, на данном этапе за команду, за то, что мы представляем Хабаровский край. Можно смело на улице пройтись, и никто тебе в упрек, я думаю, что не скажет. Правильно кто-то сказал, что мы после первого круга находились в прошлом сезоне. Команда находилась в пяти очках от вылета. Сейчас мы находимся в тройке, в четверке, в пяти, поэтому, наверное, разница есть. Видна работа, то, что и губернатор просил каждую игру играть, отдаваться. То, что бюджет, который нам дали, я считаю, соответствует этого места. Я имею в виду четверку еще, за четвертое можно цепляться. Ведь есть реальные вещи, есть виртуальные. То, что я говорил в интервью, у семи, там, шести, восьми команды бюджета превышают нашего. Мы сколько тратим на перелеты все эти, это серьезные деньги. Поэтому, ничего страшного, будем биться, и будем биться до конца. Это я болельщикам могу обещать. Без воли, без характерности они не увидят. Субтитры создавал DimaTorzok